Добрый день! Если у вас стиральная машинка от Самсунга и она сломалась, то вы обращаетесь в мастерскую по ремонту стиральных машин от Самсунга. Лучше всего обратиться к производителю. Если у вас нужно обратиться для ремонта мобильного телефона, и он у вас сделан финской компанией Nokia, то куда вы будете обращаться? Но если вы разумный человек, то, несомненно, вы будете обращаться именно в технический сервисный центр по обслуживанию телефонов Nokia. Почему? Потому что лучше всего этот телефон, лучше всего этот компьютер или что бы то ни было фотоаппарат. Вот, например, вот этот фотоаппарат. Вот этот вот фотоаппарат Canon. Если у вас какие-то будут вопросы, неясности, если вы будете хотеть его каким-то образом улучшить или отремонтировать, то вы обратитесь не в компанию Самсунг, вы обратитесь не в компанию Nokia, вы обратитесь, несомненно, как разумный человек, к производителю, к тому, кто произвел. К Canon. Итак, тот, кто произвел вещь, тот лучше всего знает, как она устроена, как она работает, какие у нее сильные и слабые стороны, и как заставить эту вещь работать максимально эффективно. Если вы разумный человек, современный, то, понятно, сказки о происхождении человека от обезьяны больше никого не интересуют, хотя система просвещения продолжает долбить одно и то же. Очевидно сегодня, все ученые признали, что существует духовный мир, что существует нечто, не подвластное нашим обычным мозгам и органам чувств. Бог, одним словом. Что я тут рассказываю вам? Тот, кто все сотворил, творец, создатель. И самым главным его творением, вершиной того, что сделал Бог, и включительный его продукт, единственный, который он создал, слепил своими руками, все он создал словом, а человека, человека он создал руками своими собственными. Мало того, он еще дыханием своим вдохнул в нас жизнь. И поэтому, когда мы ломаемся, когда мы не в порядке, когда у нас есть проблемы, когда нам плохо, когда мы ищем ответ, как улучшить свою собственную жизнь, а то есть наше функционирование, нам обратиться нужно к производителю. Это совершенно очевидная вещь. К тому, кто нас сотворил. К творцу, к создателю, к Богу, к Господу Богу. Логично. Он написал нам инструкцию, техническую инструкцию по эксплуатации. Так же, как на каждую вещь есть техническое описание и инструкция, он оставил нам книгу, которая называется «Библия». Он заставил людей, выбранных им, написать эту книгу. И одна из частей этой книги называется «Книга-притч». «Притчи Соломонов». Их 31 глава. Одна на день. У меня в практику вошло, я уже много раз здесь говорил, на этом блоге о том, что каждый день я читаю притчу, которая соответствует сегодняшнему числу. Сегодня 3 февраля. И я читаю вам притчи. Соломонову третью главу. Это займет 5 минут. Если вы, слушая меня сейчас, не соглашаетесь с тем, что здесь написано истина, если что-то вас заставляет не согласиться с тем, что здесь сказаны слова, которые прямым образом влияют на нашу жизнь, то что-то у вас ненормально, мне кажется. Надо сильно задуматься над этим. Послушайте меня внимательно. Этот текст, по сути, не требует никакой расшифровки, хотя он написан тысячи лет назад. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохранит сердце твое». Сын мой, сын, ибо долготы дней, лет жизни и мира, они эти заповеди приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою для памяти, напиши их на скрижале сердце твоего и обретешь милости и благоволения в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Бояться Господа это значит ненавидеть зло. Зло. Грех и Бог несовместим. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка. И точила твои будут переливаться новым вином. Символ успеха, богатства. Полные житницы и точила нового вина. Чаши с вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Любит нас Бог. Блажен, счастлив, то есть человек, который снискал мудрость и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Она мудрость, дороже драгоценных камней. Ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке, долгоденствие долгие, счастливые годы жизни. А в левой у нее богатство и слава у мудрости, если она с тобой. Если у тебя нет мудрости, если у нас не хватает мудрости, то ни долгоденствие, ни богатство и слава. А все как раз наоборот. Пути ее мудрости, пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, счастливы, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят рассои. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность. Умоляет, упрашивает Бог нас хранить здравомыслие и рассудительность. И они будут жизнью для души твоей, и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. Когда уснешь, сон твой будет приятен. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему пойди и приди опять и завтра я там, когда имеешь по себе. Не будь таким жлобом, не будь, говорит Бог. Если есть сейчас, дай. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобой. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, который поступает насильственно, и не избирай ни одного из путей его. потому что мерзость пред Господа в развратный, а с праведными, с чистыми, порядочными людьми у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые бесславят. Ничего нельзя к этому ни добавить, ни прибавить. Творец, Бог, Создатель, наш Отец нас любит, криком кричит, будьте мудрыми, полагайтесь на меня, на своего Создателя. Если что-то у вас ненормально, не в порядке, обращайтесь ко мне, спрашивайте меня, просите меня, я вас люблю, я вам помогу. Вот что говорит Бог. Тот, кто с мозгами, тот идет туда к нему и ищет его, разговаривает с ним и получает, пользуясь инструментами духовными, которые Бог дает, в том числе и в бизнесе. Тот, кто без мозгов, кто гордый, кто полагается на себя, тот влачет жалкое существование, а тот, кто нарушает заповеди Божии, тот, кто идет против Бога и людей, тот, кто действует насильственно, тот, кто кощувствует, тот, кто, ну вы меня поняли, кто, тот упадет. Потому что он не использует правила, заложенные производителем, Творцом, Богом. Желаю вам удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова